Страшные тайны Советского Союза. О чем молчали в СССР? В СССР произошло множество событий, которые власти предпочли не афишировать. Некоторые из них до сих пор остаются в тайне. Мы решили узнать о самых шокирующих фактах, которые десятилетиями были под грифом «совершенно секретно». Смерть космонавта мы расскажем вам о трагическом инциденте, который долгое время скрывали советские власти, связанным с космонавтом Валентином Бондаренко. Он был одним из 20 летчиков, отобранных для полетов на космических кораблях «Восток», наряду с Юрием Гагариным. Бондаренко считается первой жертвой космической гонки. 23 марта 1961 года, когда ни один из отобранных не отправился в космос. 24-летний Бондаренко завершал обучение и испытания в сурдокамере. После успешного тестирования он снял датчики, протерев места их крепления спиртованным ватным тампоном, случайно уронил его на электроплитку с кипятком. В результате начался пожар. Летчик пытался потушить огонь рукавом своего костюма, но в камере была высокая концентрация кислорода, и он быстро оказался охвачен пламенем. Из-за разницы в давлении сотрудники института не смогли открыть дверь и помочь ему. Бондаренко с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Спустя годы после его смерти один из врачей, лечивших Бондаренко, признался, что долго не мог найти вену для инъекции и лишь на ступнях, защищенных обувью от огня. Нашел подходящие сосуды. К сожалению, помочь молодому специалисту не удалось, он скончался через несколько часов после госпитализации. О трагедии стало известно только в 80-е годы благодаря статье в газете «Биологическое оружие» в 1948 году в СССР была создана секретная лаборатория для разработки биологического оружия. На одном из островов Аральского моря ученые работали над превращением сибирской язвы и бубонной чумы в оружие. Им удалось разработать даже оспенное оружие. В 1971 году состоялись первые испытания на открытом воздухе, что привело к вспышке оспы. В результате этой вспышки погибли три человека, а еще 10 едва выжили. Местные жители были отправлены на карантин, а около 50 тысяч человек получили вакцины от оспы в течение нескольких недель, сообщил Князев. Лишь в 2002 году россияне узнали о произошедшем. Инцидент был успешно предотвращен, однако власти смогли скрыть его масштабы. Угон истребителя историк рассказывает о том, как летчик-перебежчик Виктор Беленко привлек внимание общественности, угнав советский истребитель-перехватчик МиГ-25 в Японию. После этого инцидента он запросил политическое убежище в Соединенных Штатах. 6 сентября 1976 года Беленко вылетел на своем перехватчике для выполнения учебного задания с аэродрома Соколовка в Приморье. Он намеренно создал видимость аварийной ситуации, снизившись до 30 метров, чтобы скрыться от радаров, и направился в сторону Японии. Однако его истинной целью была авиабаза Титоси в США. Из-за нехватки топлива ему пришлось совершить посадку на гражданском аэродроме Хакодати. Японские ПВО обнаружили его и попытались перехватить. При посадке на аэродроме Хакодати Беленко не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе и выкатился на грунт, что привлекло внимание проезжающих автомобилей. Люди начали фотографировать диковинку. Долгое время власти СССР и пресса не комментировали этот инцидент. Позже стало известно, что пилот передал западным специалистам информацию о передовых разработках Советского Союза. Как сообщала The New York Times, на Западе существовал страх перед этим истребителем. Самолет был разобран и тщательно изучен, а затем через несколько месяцев возвращен в СССР. В сентябре 1976 года Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США и взял фамилию Шмидт. Разрешение на получение американского гражданства подписал тогдашний президент Джимми Картер. На протяжении многих лет советский летчик работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях, проживая преимущественно в небольших городах Среднего Запада. В зрелом возрасте он вернул себе свое истинное имя и фамилию. The New York Times сообщает, что 76-летний Беленко скончался в доме престарелых. Удивительно, что Беленко угнал истребитель в 1976 году, а умер в США в сентябре этого года в возрасте 76 лет. Это очень символично, отметил Князев.